МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Директор Всероссийского детского центра «Океан». Здравствуйте. Андрей Александрович, мы говорим сегодня о программе развития лагеря «Океан», точнее, Всероссийского детского центра «Океан», если быть правильно. Эта программа утверждена президентом. Рассчитана она на 2014-2020 годы. Это достаточно большой промежуток времени. Давайте, наверное, сначала немного в общем расскажем, что уже удалось реализовать, какие планы, и потом детально пойдем по проектам. Ну, наверное, на самом деле Всероссийский детский центр «Океан», который имеет счастье располагаться на территории Приморского края и Советского района города Владивостока с 1983 года, это действительно та всероссийская жемчужина, которая принимает детей со всей страны, со всей нашей необъятной родины. И те люди, которые бывают в океане, побывали в океане, они, наверное, заражаются океаном на всю оставшуюся жизнь. Так и ваш покорный слуга в 1987 году, проработав в океане почти год вожатым, с тех пор мечтал туда вернуться все время. И вот мечты сбываются, хоть мы и работаем в бюджетной организации. Действительно, океан, имея огромные традиции, огромные перспективы, каким-то образом всегда не хватало ни средств, ни сил для реализации тех больших планов, которые были еще заложены при его проектировании в советское время. И когда президент Российской Федерации в 2013 году, побывав в океане, дал соответствующее поручение о подготовке первой в Российской Федерации целевой программы развития Всероссийского детского центра, потому что программа и в Артеке появилась потом, океан был первым в этом плане, очень быстро была, потому что была хорошая база и хорошие наработки до этого, очень быстро было принято решение. И вот с декабря 2014 года началась реализация программы, программа большая, если океан... Самое главное, это, конечно же, увеличение количества ребят, которые приезжают сюда, на территорию Приморского края, сюда, на берег Тихого океана, для того, чтобы и отдохнуть, и пройти некие оздоровления, а самое главное, получить необходимые навыки и умения в плане выбора своей будущей жизни, в плане формирования любви к родине, социализации, всего того, что они потом, приехав себе домой, будут распространять среди своих друзей, в своих школах, в своих клубах по месту жительства и помочь им в дальнейшем определиться в этой жизни. Сегодня можно сказать о первых результатах реализации этой программы. Естественно, ну, об этом все показывали. Самое главное, для того, чтобы качественно готовить детей, должны быть качественные сотрудники. Чтобы были качественные сотрудники, а у нас сегодня в океане работают на различных должностях молодые люди, наши уважаемые взрослые с 32 субъектов Российской Федерации. Жилье. Поэтому в декабре этого года, 16-го года, мы сдали дом на 139 квартир. Новоселье сегодня справляют океанцы. У нас совершается строительство общественно-культурного центра со столовой дружины Парус. А там будет еще детский наукоград, детский центр виртуальной реальности, центр протетипирования и организации соревнований по системе Junior World Skills. То есть это достаточно серьезные вещи, которые сегодня уже имеют практическую реализацию. Ну и огромные перспективы. 1 июня открывается дружина эскадра, где ребята будут в течение лета жить по морским законам, выходить в море, проходить обучение по морской тематике. Начинается строительство дружины Галактика совместно с Роскосмосом на 2019 году. Она примет первых детей на 600 мест. А в рамках дружины Галактика это 200 ребят, которые мы сегодня будем принимать с ограниченными возможностями здоровья. с самыми современными методиками. Потому что Океан это не только центр подготовки детей, это центр трансфера самых современных технологий для других субъектов Российской Федерации. Программа есть, она работает, большие перспективы. Самое главное, что есть люди, которые реализуют, есть дети. И если в 2014 году Океан принимал 9 тысяч детей, в этом году мы примем 17 тысяч ребят с 77 субъектов Российской Федерации, к 2020 году, когда программа подойдет к своему логическому завершению, а мы надеемся, что будет следующая обязательно программа, до 2025 года, Океан будет принимать больше 30 тысяч ребят со всех субъектов Российской Федерации. То есть сейчас основная задача, безусловно, помимо развития разных инфраструктур, учебных центров, я не знаю, первонаперво важно было расширить пространство, географию Океана. Я правильно понимаю? Да, и вот у Океана огромное количество федеральной земли, которая еще в старые времена в Советском Союзе была отведена. 264 гектара земли, 170 объектов недвижимости, поселок Ямар, практически целиком находящийся на балансе у детского центра. Есть сегодня инфраструктура и территория есть. Необходимо развиваться не только с точки зрения строительства неких объектов, ведь одновременно, помимо строек, проходит повышение квалификации персонала, проходит обучение людей самых современных методик. К нам приезжают различные самые умные, самые интересные педагоги, организаторы детского движения. То есть это большая работа, направленная только на одно. Сегодня Океан, будучи ведущим, одним из ведущих центров по системе дополнительного образования, должен отражать, а иногда и опережать по методикам всего то, что сегодня есть в Российской Федерации. Потому что зачастую так бывает, что современные вызовы и дети другие, а методики преподавания остались, мягко скажем, еще не совсем осовременены. Вот наша еще вторая задача, это обучать педагогов со всей страны. И я на самом деле очень горд, что на территории Приморского края один из четырех таких центров, всего четыре, Артек, Орленок, Смена и Океан находятся именно здесь. Очень повезло Океану, но и очень повезло Приморцам, имея такой детский центр. Потому что мы сегодня говорим, естественно, что школы Владивостока, ребята с других территорий, с других городов, которые находятся здесь рядом в Приморском крае, они сегодня имеют уникальную возможность, при хорошей организации взрослых, приехать сюда на базу Океана и увидеть все то, к чему только в отдельно взятой школе, в отдельно взятом районе будет завтра, а может быть и после завтра. А может быть, да, и еще позже. Я как раз хотела остановиться на том, что действительно, это возможность такого дополнительного, казалось бы, образования, но оно, может быть, станет основополагающим для ребят, потому что это ведь международный уровень к вам, ведь приезжают лучшие специалисты, как вы сказали. Конечно, и это сегодня помогает ребенку не так, как вот он видит, а как должно быть. Мы сегодня прекрасно понимаем, что ребенку очень сложно в нашей нынешней ситуации, у него есть выбор, и он теряется. Но ему и очень хорошо, в отличие от нас, то поколение, когда мы были молодые, да, у нас не было выбора. Вперед желательно с троем. И с песней. Это хорошо, если с песней. Сегодня им очень хорошо, что у них есть выбор, и им очень сложно, потому что у них есть выбор, как это сделать. Тут, с одной стороны, общество сверстников, тут наши уважаемые, любимые средства массовой информации, тут педагоги, тут вообще глаза разбегаются. И вот одна из наших основных задач, это вот помочь ребенку, его через ему понятные формы и методы, мы не говорим педагог, мы говорим старший товарищ, мы говорим вожатый, старший друг, через вот ему понятные методики донести все то, что называется позитивным отношением к жизни, к обществу сверстникам, и помочь ему с помощью проб, иногда и ошибок. Это нормально, когда в таком возрасте можно попробовать все, и ошибиться где-то поправить свой курс, я имею в виду в области профориентации, помочь ему сделать свой выбор и облегчить дальше вхождение в возрастную жизнь, потому что он потом пойдет в институт, в университет, и ему будет легче, когда он уже попробовал. И третий вопрос очень важный, это приехав домой, осуществлять роль контактной группы сверстников и говорить, мне хорошо, у нас очень большая проблема на самом деле существует, когда ребенку в океане хорошо, а приехав домой, он теряется. Как раньше говорили, сейчас есть такой термин, да, белая ворона. Но мы сегодня, и это очень серьезная на самом деле проблема, вхождение и выхода из океанской в океанскую среду. Но это, наверное, тема другого разговора. Мы сегодня для этого создаем координационно-образовательные центры, для этого сегодня открываем социальную сеть океанцев, для того, чтобы их сопровождать, смотреть об их успехах, неуспехах, как они живут, чтобы не потерять вот эти ниточки. Подсказать даже. Подсказать где-то, скорректировать курс. И для того, чтобы эти ребята как раз и становились теми проводниками идей в своем классе, в своей школе, в своем районе, в своем городе, как раз того позитивного, что он получает в океане. Это тоже очень большая задача. Ее нельзя померить очень быстро, метрами, километрами и положенными кирпичиками. Это может быть дать эффект через 5-10 лет, а может быть не дать. Но не делать этого нельзя, потому что иначе тогда океан не пионерский лагерь, внутри которого замечательно, хорошо, и вот все, тусовка. Это не тусовка, это ведущая образовательная площадка для распространения методик. Я бы хотела также остановиться подробнее. Вот Наукоград появляется еще пока в океане. Расскажите о нем, что он из себя представляет. Наукоград – это такая серьезная, но очень веселая вещь, которая позволит ребенку с помощью игры, или как-то молодежь говорит, квестами, попробовать что-то поломать, но обратить внимание ребенка на то, почему происходят те или иные явления. Попробовать сформировать интерес к тем или иным исследованиям, к той или иной проектной деятельности. Сейчас это становится очень популярно, да, и во Владивостоке есть, и различные там… Квесты, да, вы имеете в виду, научные всякие опыты проводят для людей. Здесь все более… Я просто не хочу делать там рекламу, да, вы все равно это вырежете, рекламу там отличным, различным названием. Ну, вот там есть замечательные экспериментариумы, есть очень много. Музей активности там, ну, очень много есть вещей. В океане это будет такой центр научно-практической проектной работы ребят, где они на самом современном симуляционном оборудовании будут смотреть те или иные явления. Там будет, как рождается турбулентность, как работают гидроэлектростанции, они сами смогут управлять потоками, они сами будут сделаны детский кванториум. То есть это такой большой центр у нас будет подводной робототехники. Робототехника сегодня развивается, но это не на уровне какого-то суперпрофессионализма, где будут уже обучения. Это сегодня как раз для того, чтобы ребенок, попробовав это все, ему стало интересно, у него появилось желание дальше совершенства в той или иной области. Его до университета можно сопровождать, может быть, в школах появятся такие кружки, они все равно появляются. Не стоит на месте, а потом он, может быть, выберет свою профессию, поступив в университет Дальневосточный федеральный, а потом останется здесь жить, купит квартиру по льготной ипотеке, найдет работу, женится и родит будущих жителей Владивостока. Это конкретное решение той задачи, которая стоит сегодня перед Дальним Востоком об увеличении населения. То есть вы прямо наперед по полной схеме смотрите? Я всегда говорю, особенно когда к нам приезжают вожатые, на первой встрече с ними я говорю, мы очень хотим, чтобы вы оставались здесь, потому что это прямое выполнение той программы, которая стоит сегодня перед Дальним Востоком, перед Владивостоком, чтобы мы здесь формировали наше коренное население, а они все молодые, они очень позитивные люди. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор про Всероссийский детский центр «Океан». Вот также у вас очень интересная появится образовательная среда «Этнокруг» в 2018 году. Что это? Ну, это тоже один большой проект. Мы все россияне. У нас много народов, много национальностей, но мы все россияне. И знать традиции, любить свою родину, это можно говорить об этом, а можно каждодневными какими-то шажками это делать. Мы стараемся, пытаемся это делать. Родилось все с проекта «Русская деревня». Это большой проект, который мы делаем вместе с Институтом русского языка имени Пушкина московским. Большой культурно-этно-образовательный центр «Русское подворье», который начнет работать 12 июня этого года. Его торжественное открытие. Там будет изучение традиций, музеи, изучение курса русского языка. Не только как для иностранцев, но и как неродного. Есть такая программа. Выходы всякие в музеи, пробы, опять же, мастерские. Все это будет. Дальше мы начали смотреть и коллеги из других территорий, которые к нам приезжают. К нам приезжают ребята же со многих территорий. И они говорят, а давайте мы сделаем такую вещь, чтобы мы могли обмениваться своими традициями. Отсюда родился этнокруг, где будут представлены все народы и народности, населяющие нашу родину. Будет Бурятия, будет Тыва. Но мы брали только народы, которые находятся на территории Российской Федерации. У каждого будет сегодня, там будет изучение, там будут дни. То есть культура, передача детьми культурных ценностей, которые накоплены их предками, для того, чтобы другие ребята с этим тоже знакомились, это тоже, на наш взгляд, очень важный воспитательный момент. Сегодня этот проект, он уже начинает практически реализовываться. В 2018 году будет его торжественное открытие, и он начнет работать уже в полном объеме. Кроме этого, мы специально его на территории отдалили немножечко от места, где проживают дети, для того, чтобы абсолютно все, кто хочет, приехали туда и посмотрели, как живут в других территориях Российской Федерации. То есть я правильно понимаю, люди могут из Владивостока, с Приборья, со всего? С улицы, мы называем это с улицы, потому что так как океан чуть-чуть закрыт, система есть там безопасность, есть всякие... Это и правильно, собственно. Да, есть 2000 детей одновременно на территории, есть очень много, и у них еще есть родители же, для которых безопасность ребенка – это самое главное, это очень серьезная вещь. Для того, это могли приезжать сюда, смотреть, участвовать. Мы не изобрели ничего нового. Есть этномир в Калужской области, только там, и у нас с ними соглашение сотрудничества, только там народы мира. Есть во многих странах такие интерактивные, там деревни или там еще как-то называется. Мы просто хотим, чтобы этот образовательный комплекс рассказывал о народах и народностях, субъектах Российской Федерации, которые находятся на территории Российской Федерации, для того, чтобы дети, приехав там, туда могли рассказать о себе, о своем городе, о своих традициях. И уже сегодня очень многие ребята, узнав об этом, руководители приезжают к нам, говорят, когда нам передать нашу экспозицию. Когда это может быть сильно пафосно прозвучит, но я не согласен с тезисом о том, что наша молодежь ничего не помнит. Наша молодежь все помнит, традиции соблюдают и все равно знают свою историю. Может, конечно, не так хорошо, как раньше, может быть, они, конечно, в основную свою массу черпают информации из интернета. Вот наша задача, чтобы не только узнать и рассказать, но еще и попробовать, как жили, как слепить, как выковать подкову. Все очень просто, но очень все сложно, но у нас обязательно все получится. И будут ярмарки межнациональные, будет общение, и у каждого жителя Владивостока и Приморского края будет такая возможность вместе со своим ребенком приехать и попробовать. Это очень здорово и очень важный момент, вот вы сейчас его тоже подметили, это то, что вы правильно сказали, у ребенка в океане есть возможность не просто увидеть. Увидеть-то сейчас действительно есть у всех. Зашел в интернет, набрал все, что нужно, и вот тебе, пожалуйста. А важно, что ребенок пробует, и тем самым он, ну, у нас сейчас очень многие дети страдают тем, что они не самостоятельные, и они вот как раз-таки сидят в интернете, да, и они развиваются как-то всесторонне, к сожалению. А океан как раз дает возможность попробовать себя напрямую даже в профессии. Вот, например, медиасмена у вас была, да, относительно своей профессии, могу сказать. Я приезжала к вам в гости тогда, спасибо большое за приглашение. И было очень интересно, потому что дети, они не только слушают лекции интересных приезжих, да, журналистов, не только приезжих, но и наших разных профессионалов этой сферы, но они при этом и тут же пробуют. Есть момент прикладной, и вот это очень важно, мне кажется. Они, знаете, вот, наверное, дети на самом деле, они думают, что они самостоятельные. И у них есть такая вещь, что они думают, что они все знают. Это вина нас, взрослых. И вот именно не дать возможность ребенку не слушай, как я говорю, или делай, как я говорю, повторяй за мной. Ну, страдаем мы зачастую, надо там уметь пробовать разговаривать с детьми, надо пытаться их услышать. А дети наши сейчас взрослеют рано, да, я вот все время говорю. Когда мы, когда наши дети, придя из школы, спрашиваем его, а что ты изучил? Обычно мы спрашиваем, что ты получил? Мы говорим, да, четыре. Ну и хорошо. Молодец. Молодец, все, и пошли по своим делам. А что ты изучил? О чем вы сегодня говорили? Конечно, у нас ни у кого нет времени, нет сил, мы все заняты, зарабатываем деньги, чтобы ребенку был достойно его существования, чтобы он был не хуже других. Это все, конечно, имеет место быть. Но вот за всей нашей технологичностью мы иногда, мы все родители, мы иногда нет времени просто остановиться и поговорить. Я ничего нового не открываю, просто океан, он пытается сегодня работать с детьми так, чтобы не просто автоматически выполняли команду старшего, а чтобы это стало их идеей, через ненавязчивыми формами попробовать ребенку, чтобы с ним согласиться, его выслушать. И я когда в каждую смену встречаюсь с ребятами, иногда такие задают вопросы, на которые очень сложно ответить. И лучше бы сказать, ты молодой, ты еще ничего не понимаешь, помолчи, вырастешь, поймешь. Но этого нельзя сделать, потому что тогда сразу, этого нельзя делать, потому что тогда сразу мы ограждаемся. Мы ограждаемся. К сожалению, у наших детей мало авторитетов сегодня. Но тот, кто становится их авторитетом, тот становится, наверное, их авторитетом навсегда. И вот наша задача за всей технологичностью пытаться слушать и слышать. И на это весь коллектив настроен. Да, вы знаете, потом некоторые, когда наступает последействие, некоторые родители, особенно знакомые мои, которых есть возможность, например, что вы делаете с нашими детьми, вы кого из них воспитываете? Они теперь с нами спорят, они теперь с нами разговаривают, они теперь могут с нами не соглашаться. Это для родителей иногда неприемлемо. Ну, их же взрослые дети. А с другой стороны, они еще дети. Где найти этот баланс, середину, чтобы и с родителями быть в нормальных отношениях и быть услышанными, ну, чтобы и родители их слышали? Мы пытаемся это делать. Хорошо это или нехорошо это получается? Не мне оценивать? Наверное, не все получается. Конечно, не все получается. Но если мы не будем сегодня это делать, тогда я боюсь, что мы будем приказывать и удивляться, почему дети наши не выполняют приказы. Они должны, мне кажется, вот такое ощущение, что то, что мы говорим, должно стать их. И тогда все получится. Нам пора заканчивать, к сожалению. И я думаю, что как раз это ваше мнение, и оно действительно абсолютно верное. Это станет отличным завершением нашего сегодняшнего разговора. И я хочу вас поблагодарить, что вы пришли к нам, нашли время, и что делаете так много для развития не только детей, которые приезжают во Всероссийский детский центр «Океан», но и для всего Владивостока. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, что пришли к нам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин